Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, если опустить гиперволатильность британской валюты на финансовых рынках, в целом динамика других инструментов оставляет желать лучшего. Многие активы показывают скромные движения, может быть это обусловлено тем, что пока что трейдеры предвкушают только лишь рождественское ралли и ждут какой-нибудь значимый фундаментальный триггер, который способен раскачать движение рынков. Есть ли такие триггеры-катализаторы на этой неделе? Думаю, те из вас, друзья, кто внимательно смотрел вчерашний брифинг, либо просматривают содержание экономического календаря, знают, что такой триггер есть. Это заседание Федрезерва. Мы ждем итоги его уже, собственно, завтра. И по аналогии с теми решениями и изменениями, которые произошли в рамках Европейского центрального банка на прошлой неделе, можем практически со стопроцентной вероятностью отмечать то, что ФРС также проявит проактивность. ФРС может из большой вероятности действительно сделает это, смягчит еще больше монетарную политику, потому что Конгресс тянет резину, не делает ничего. Уже больше трех месяцев потеряны, собственно, для американской экономики. Я думаю, что это очень болезненно аукнется для нее уже в начале 2021 года. Но, друзья, пока что есть то, что есть. ФРС, не дожидаясь действия Конгресса, может снова перехватить инициативу, взять все под свой контроль и, например, увеличить программу количественного смягчения по объему, пересмотреть ассортимент выкупаемых облигаций, либо изменить сроки действия программы количественного смягчения. Все эти потенциальные решения будут негативным фактором для американского доллара. Поэтому, друзья, если вам нужен ответ на вопрос, стоит ли сейчас полагаться на то, что до 25 декабря, то есть фактически до начала рождественских праздников, доллар может очень сильно обвалиться, я скажу, что да. Есть, во-первых, первый триггер – это действия ФРС, которые через смягчение монетарной политики могут привести к таким движениям по доллару. И второй еще момент – это уже касательно мер стимулирования бюджетного характера, то есть потенциальных действий от Конгресса. Последние новости, друзья. Пелоси в минувшие выходные прокомментировал ситуацию, что американским законодателям необходимо время до 25 декабря. Ну, то есть, если чуть-чуть разжевать эту информацию, фактически она взяла еще время на две недели. И, опять же, вчерашнее заявление уже совместное с главой Министерства финансов Стивеном Мучиным о том, что решение может быть достигнуто до конца этой недели. Друзья, я лично уже устал полагаться на такого рода заявление. Мы миллион раз уже слышали какие-то подобные от представителей и Конгресса, и Министерства финансов то же самое, как мы слышали о практически достигнутом прорыве и соглашении по вопросу Брекзита. Однако, постоянно эти сроки дедлайна едут и едут вперед. Но все-таки, если задаться вопросом, будут ли приняты решения о новых мерах экономического стимулирования, вы должны понимать, что это только лишь вопрос времени. Мы не можем точно сказать, когда это решение придет на рынок, но оно, друзья, точно придет, особенно после того, как прошли голосование коллеги выборщиков, и мы фактически уже знаем имя американского президента. Это, опять же, оставлю эту тему под вопросом, чтобы у вас была мотивация немножечко последить за новостями на финансовых рынках и, может быть, сделать больше акцента в плане внимательности на мои последующие брифинги. Короче, пока что в сухом остатке у нас получается, что мы ждем ФРС, ждем новые меры экономического стимулирования, ставим на снижение курса доллара и есть еще ожидание о том, что Конгресс все-таки выполнит свое обещание и поможет американской экономике через еще один триллион потенциальной ликвидности. Пока что, друзья, у нас на повестке еще один отчет по американской экономике, данные по промышленному производству сегодня в 17-15 по московскому времени, традиционно, как и по аналогии с прошлыми релизами, я жду слабые цифры и еще один потенциальный стимул для денежных властей и для американского Конгресса немедлить и, наконец-таки, уже дать экономике столько денег, сколько нужно. Золото 1837 я настоятельно рекомендую сохранять оптимизм, друзья, и веру в то, что рынок драгоценных металлов, в данном случае этот инструмент, может завершить 2020 год поближе к уровню 1900 долларов за тройскую унцию. Нефть 4990, чуть-чуть скорректировались мы ниже психологической планки 50 долларов за баррель. Вы знаете, на рынке практически нет новостей, которые посвящены сейчас тому, что может произойти с Brent и WTI, потому что те, кто следил за этим рынком позиционно, уже, в принципе, давно развели руками и отметили аномальность происходящего. Я тоже очень много рассказывал вам, друзья, потому что ситуация реально странная. Мы видим очень много признаков роста предложений и падений спроса, и при этом каждую неделю Brent и WTI обновляют локальные максимумы. Фактически сейчас по Brent мы реально находимся на максимальных уровнях с марта 2020 года. Абсурдность этой ситуации не требует, наверное, никаких комментариев. Я надеюсь, если для вас вундамент не пустой звук, вы понимаете, что при всем том, что нам удалось накопить в плане новостей и подтвержденных фактов роста предложений, рынок реально нуждается в коррекции. Осталось ее только дождаться. Евро против доллара 1.21.46. Друзья, и тут-то я хочу вас обрадовать, если вы сторонники длинных позиций. Сити ожидают 1.25, причем до конца этого года. То есть фактически две недели, чтобы пара евро-доллар прибавила еще 350 пунктов. Амбициозная цель. Но при том, что рынок сейчас активно обсуждает все-таки положительный эффект вакцины от Pfizer, то, что удастся побороть коронавирусную инфекцию. ЕЦБ еще отыгрывает импулс в плане мер экономического стимулирования от Европейского Центрального Банка. И еще все как бы это поддерживается идея более слабого доллара. Может быть 1.25, это даже круто, но все-таки 1.23, может быть даже чуть повыше, это реальные целевые ожидания. Фунт против доллара 1.33.30. Друзья, все вертится по-прежнему вокруг Brexit. Всем интересно, будет ли соглашение или нет. Открытие с гэпом вчера и рост в рамках торговой сессии это следствие того, что и Англия, и Европейская комиссия решили все-таки продлить диалог. Несмотря на все истекшие уже дедлайны, мы много раз, кстати, видели то, что на сроки меняются, но в то же время основной срок еще в силе, то есть с 1 января действительно Англия уже будет в свободном плавании и не важно, будет ли сделка или нет. Сейчас нам просто важно понять, есть ли предпосылки для того, чтобы Brexit был более упорядоченным. Что касается заявлений, они разносторонние, друзья. И есть признаки, и нет признаки доказательства прорыва. Я могу точно отметить, что времени все меньше и меньше. Меньше уже двух недель. Вы должны понимать, что сделка должна быть согласована в рамках до 31 декабря. Должны быть проработаны все пункты, все нюансы. Ее нужно ратифицировать до 31 декабря. Мы даже до сих пор знаем то, что нет фактически четкого проекта этого документа, потому что по-прежнему стороны ободаются по вопросу рыболовства, то есть доступа европейских судов в рыбопромысловые районы Великобритании. Масло в огонь подливает сама Великобритания, как бы усиливает давление на ЕС, якобы о том, что если сделки не будет, то с 1 января военно-морской флот Великобритании будет патрулировать рыбопромысловые районы и выдворять европейские суда. Сделка очень важна для обоих регионов, ну, наверное, преимущественно она важна для Англии, потому что почти 50% экспорта Англии это на территорию Европейского Союза. Помните, я уже говорил, что только в этом году товарооборот превысил 1 триллион долларов между странами. Посмотрим, друзья, в итоге будет ли сделка или нет. Я думаю, что если бы были основания для ее заключения, ее бы уже заключили. Хотя я знаю то, что все-таки большинство экспертов, аналитиков считают, что в самый последний момент сделку согласуют. Вам нужно тоже выбрать позицию, сторону, друзья, за сделку или против, и на основании этого уже работать по фунту. Я сторонник жесткого Брэкзита, поэтому фунт продаю. В Новозеланде все без изменений 0.70, 20, точнее 0.70, 72, цель 0.72, австралийский доллар мы также купили 0.75, 12 сейчас, а цель 0.77 и даже повыше. Биткоин 19129, JP Morgan рекомендует покупать якобы в 2021 году. Капитализация биткоина может увеличиться вдвое или даже втрое. Я не разделяю настолько оптимистичный сценарий и остаюсь предан своей позиции, что до конца этого года, скорее всего, мы можем отступить в район 16 тысяч. И уже оттуда будем смотреть, присматриваться к потенциальным покупкам. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok